Зося, а что ты делаешь? Это какое-то такое лего или что? Что это будет? Расскажи мне. Разбрала коробочку хорошую. А может быть я в ней что-то отправил бы, а? Зося, что ты разобрала коробочку еще? Еще вполне носительную. Люди кстати по тебе скучают. Кажут, что они Зося зависимые. На тебе резиночку. Зося сама нашла резиночку, сама принесла, сама гуляет. Давай я тебе поможу. Одевай на ручку. Одевай, одевай. Видите, який я помощник. Зняла. Видите? Вот так и куклачов. Куклачов, чтобы вы знали, у него зачем много было кошек. Потому что все были настроены на разные фокусы. Одну кошку, если бить, она в кастрюлю запрыгнула, например. Другую, если бить, она выкидала ту из кастрюли, которую закидывали перед тем. Понимаете? И тогда получилось очень смешное, хорошее представление. Когда у Зося было четверо детей, еще подкидываешь Максимка, то, безусловно, было интересно смотреться все то, включения разные, потому что у каждого был свой характер, всякая такая тема. А сейчас что, коробку дал, она ей потратит, тиждень. Поки з'яснюю оба. Сама ноги злякалась, бывает таки своей. Она пока коробку раздарит, что я вам тиждень буду показывать, как эта бенефация кусок коробки дарит. И что, да, Зося, тут фильм про тебя. Видите, я рассказываю, как ты себе плохо ведешь. Вот. Поэтому, конечно же, включения будут трошки меньшими. Оскільки хотелось, чтобы она не превращалась в корову по производству кошенят. Дойну. Дойну. Поэтому мы будем пока что отдавать предпочтение спорту, траве, всяким другим вещам, а не кошенятам и режим кота. А может, как-нибудь потом, хай она отдохнет, не берется сила, то она как батарея, такая самая, ребристая стала. Да, Зося? Видите, Зося абсолютно насрать, блядь. Что вы там от нее хотите? Ну, сракою повернулася и пошла ездить. Так что не думайте, что она по вам соскучилась. Правда, Зося? Видите, все. Втратила полностью зацікавленість до всього процессу. На, Зося. О! Грайся. Еще у Зося горе, потому что воля кабель сучка отключила Animal Planet, потому что мы за него перестали платить. Бо Зося и так дорого обходится, что 100 гривен за Animal Planet, это вообще, чтобы она смотрела на своих оцех котов. Я ей говорю, виглядай в это. В окно. В окно, дивись. На котов. Это телевизор прям тебе. Поэтому у нас телевизор теперь все. В режиме стендбай. Або, скажу, найди собі такого кота, чтобы кошенята по 1000 гривен хотя бы были. То мы бы тебе, конечно, уже на півроку включили в то Animal Planet. А так вот, вы видите, коробочка вот за 9 гривен на новой почте. И все игрушки. Да, Зося? Что вы тут, натешились? Побачили цю бандитку? Зося, блядь, то подушка. А нет, то не подушка, то резинка. О, вот молодец. Смотри, как интересно. Сама не знает, что делать. Зося, а чем вы еще любите играть? Что у вас еще есть, кроме коробочки и резиночки? Ничего, скажем, у меня больше нет. Мы бедные. Да, Зося? Ладно. Будем, наверное, заканчивать опять. Зося, ну ты что-нибудь людям хочешь сказать? Что ты, как-то, блядь, хоть мягкий. Зося? Звук включи. Скажи. Ты мать мяйкунов, чи не? Что я замість тебе мяукаю, а? Я же, конечно, потом я хоть вдум с ней поиграю, подготовлю инструменты, вам покажу. Это как-то трошки позже. Да? Все. Уже теперь точно пока, потому что она уже, бачите, вот так. Играет, конечно, но не хотят. Давайте еще, резиночку. На, резиночку тебе еще. На, тебе. Одевай кольцо на пальчик. На. И я одену ей кольцо на пальчик. Это досраки, та резиночка уже. Какий самотык интересней, чем та резиночка. А было красиво, пока дите не распотрали. Бачите, сейчас дуже похоже на хвост павлина, який попал в косарку, блин. Ладно, все. Пока всем.